Ты видео снимаешь, что ли, Миш? Привет-привет! Рада вас видеть на моем канале, с вами Лилия Донскова. Сегодня мы с вами будем учиться краситься краской от Арифлейм. Я крашусь этой краской уже несколько лет и очень довольна результатом. И что мне особенно нравится, то этой краской можно очень просто покраситься в домашних условиях, даже несмотря на то, что у меня такие длинные-длинные волосы, мне это ни капельки не мешает. Красилась я последний раз примерно четыре недели назад. Обычно я крашусь каждые три недели, но в этот раз немножечко задержалась и корни уже очень сильно отросли. И есть седина, что меня очень огорчает, но сейчас мы с ней будем легко справляться с помощью этой краски. Чем она мне нравится? В этой коробке есть инструкция, есть шикарная маска, которую я больше всего обожаю. В инструкцию уже приколоты перчаточки, но я ими не пользуюсь, не очень они мне нравятся. И вот такие два тюбика. Один специальный растворитель краски- окислитель и сам тюбик с краской. Смотрите, как удобно то, что у красочки есть такой вот носик-дозатор. Что я делаю? Я просто открываю окислитель, открываю краску. Она у нас запечатана, поэтому на обратной стороне колпачка есть специальный такой прокалыватель. Оп, все, проколола. И теперь моя задача красочку полностью-полностью аккуратненько выдавить всю из тюбика в этот специальный удобный контейнер. Сейчас я это сделаю. Красочку нужно держать будет на волосах всего 30-35 минут, ну можно чуть больше. Я держу ее так, как в инструкции написано. Мне этого достаточно. Чем мне очень нравится эта краска, я пока тут тщательно все выдавливаю, мне она очень нравится тем, что в ее составе входит омега-3 и льняное масло. И волосы после окрашивания просто такие чудесные. Но я крашу только корни, а остальное в конце я чуть-чуть просто распределяю по всем волосам. А, и кстати, я еще сразу крашу кончики волос, потому что они у меня очень сухие. Ну вот все, тюбик пустой. Кончики очень сухие, и поэтому я наношу на кончики тоже краску. Вот запомните, какие они у меня сейчас сухие. Смотрите, уже за месяц, да, стали такие, ну, какие-то не очень блестящие. Ну, все равно блестят, краска очень блестит классно. Но, что мне особенно нравится, они увлажняются за счет того, что здесь льняное масло и омега, и они уже становятся увлажненные. Сейчас, как бармен, я взбиваю эту красочку очень хорошо, 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 чтобы она смешалась и не осталось такого, чтобы окислитель отдельно, краска отдельно, как бармен. Одной рукой, другой рукой. Сразу одела черную маечку, чтобы не испачкать ее. Рекомендую пользоваться защитным чехлом, который тоже можно купить в Oriflame. И для удобного распределения красочки вот такая щеточка, тоже Hire, когда она бывает в каталоге, обязательно ее приобретите, потому что с одной стороны расческа, очень удобный кончик, который помогает разделить волосы, и сама щеточка, которую я распределяю. Поэтому дома совершенно спокойно можно покраситься без парикмахеров и без траты времени. То есть на все про все у меня уходит примерно час полностью, чтобы развести краску, подготовиться, покраситься и смыть ее. Всего час. А чтобы сходить в салон, мне нужно час туда, час обратно записаться заранее. И еще нужно будет в салоне провести кучу времени. А если холодно, то как-то не очень комфортно сразу после помывки головы бежать домой. Это не очень удобно. Притом, что вся косметика будет испорчена, могут остаться какие-то черные волосы. Все. Одели защитный такой вот чехольчик. Он не очень длинный, но он мне и не нужен. Длинный, чтобы в нем не путаться. Потому что он именно для такого домашнего применения. Расчесываю волосы. Волосы нужно хорошо прочесать, чтобы они не путались и не мешали нам в процессе. Я вам сейчас покажу, какие перчатки будут в комплекте. Но я ими пользоваться не буду. То есть вот так вот раскрываем бумагу. А здесь вот внутри уже перчатки. Они не очень удобные, потому что, ну, они такие одноразовые вот просто. Конечно, я им иногда пользуюсь, когда забываю купить перчатки. Но мне в них не очень комфортно, потому что они какие-то, ну, обычный целлофанчик. Я беру свои обычные перчатки. Я уже не первый раз ими крашусь, как вы видите. Вот. Я беру перчатки. Они маленькие, такие удобные. Все, они по руке. И мне очень нравится, потому что они вот просто... Я даже их не чувствую. И мне очень комфортно чувствовать будут волосы, краску, расчесочку. И они не соскальзывают. Поэтому лучше купить сразу перчатки в любой аптеке. Они продаются или в магазине, в фикс прайс. Можно взять целый набор. Вот. Все. Следующий шаг. Я отламываю просто хвостик. Он легко отламывается. И беру расчесочку. Начинаю. Я с этой стороны, мне уже как-то привычно. С правой стороны я отделяю волосы немножечко. И начинаю просто распределять красочку. Вот таким образом выдавливаю по чуть-чуть из тюбика на волосы. Беру щеточку. И начинаю вот таким образом красочку распределять по волосам. Если ушки испачкаются, кожа, ничего страшного. Все это можно будет легко вытереть или мицеллярной водой на губочке. Или просто мыльцем на губку. Намылить немножко мыльца и пройти все это протереть. Нанесла первое. Беру, отделяю немножечко. То есть вот такой рядочек отделила. Следующую партию. Уже знаете, как руки уже чувствуют, привыкли, где что находится. Распределила. И начинаю растаскивать красочку. В парикмахерской вам будут делать то же самое. Ничего сложного нет. Я вам так повернусь, чтобы было видно. То есть я даже не видя себя сзади, аккуратненько все это распределяю. Вот эту линию волос аккуратненько обходим. И пошли следующий ряд. Небольшими рядочками только все делайте, чтобы хорошо прокрасить. Особенно если волосы, как у меня, уже седые, то, конечно, их надо прокрашивать особенно хорошо. И следующий рядок. Если даже что-то там я не прокрашу, все равно я потом в конце еще руками хорошо все это взобью. И волосы получат то, что им нужно. То есть везде будет все прокрашено. Красочка попадет на каждый участок волос. То есть расческой отделяю. Вот почему я люблю эти перчаточки. Я чувствую, где уже есть краска, а где еще сухие волосы. Спасибо за субтитры Алексею Дубровскому! 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 Ну что, как вы видите, ничего сложного в этом нет абсолютно. Осталось немножечко убрать теперь то, что я испачкала по контуру лица, немножко ушки. Засекаем время 30 минут. И ждем, когда красочка поработает полностью, сделает свое, выполнит свое предназначение. То есть я ее вот так вот расправила, покрасила кончики, все закрутила и вот так вот все оставляем. Осталось только вытереть все. Так что, 30 минут. Итак, 30 минут спустя я просто смыла краску, нанесла маску, подержала ее 5 минут, смыла и дала волосам спокойно высохнуть. И какой у меня получился результат. Все волосы чудесно прокрашены, то есть все шикарно, просто блестит. Смотрите, какие волосы стали рассыпчатые, блестящие, такие шелковые. И самое главное, посмотрите, какие кончики. То есть они все стали такие выглаженные, аккуратненькие, прям как будто бы я их утюжками разгладила. Вот именно за это я очень люблю краску компании Reflame. Мой оттенок 3.0, это темный коричневый цвет. И он на моих волосах выглядит очень темным, то есть некоторые даже думают, что это черный. Поэтому, да, будьте при выборе краски очень внимательны, подбирайте себе цвет, тот, который вы действительно хотите. И будьте прекрасны с этой чудесной краской. Я балдею просто от своих волос. Всем пока-пока, с вами была я, Лилия Донского. Субтитры сделал DimaTorzok